Привет всем подписчикам моего канала, гостям канала, любителям моделизма. Представляю вашему вниманию очередное видео по постройке диорамы отступления. Как вы видите, Тигр-1 находится практически в завершающей стадии постройки. Везеринга так сказать, как бы немножко медленно продвигается постройка диорамы. Извините, время немного у меня, хочется отдохнуть после работы. Ну вот сейчас выходные, сделаю основную часть работы по диораме по самой. Вчера сделал масляные точки, а сегодня сделал сколы. Давайте посмотрим поближе. Добавил обвесы, что остается так же по совету комрадов моделистов. Как бы решил, ну так, наполовину можно сказать проблему с гусли, послушал все советы и перевернул гусли. В общем, как бы все равно, как бы не полностью, конечно, проблема решена. Поближе посмотрим. Как бы вроде сейчас смотрится получше, но если присмотреться, то видно, что они как бы в гусли враздрай стоят. Ну, ничего, как бы вроде как такое имело место быть даже. Так же применим еще пигменты. Завтра у меня будет покраска. Есть у меня краска от Aka Interactive. Это пыль. Грязь. Попробую я немножечко из аэрографа припылить. Ходовую. Как бы это тоже немножко скроет. Будем надеяться, эти косяки с гуслями. Немножко корпус припылю. Главное не переборщить. Дабы не закрыть эффекты везеринга, которые мы имеем сейчас. Ну, вот не знаю. Это пока как бы промо-версия. Там вот разместил немецкие каски. Вроде как смотрится неплохо. Ну, в комментариях пишите. Канистру откопал там вот. Уже не помню. Какого-то набора осталось. Состаренная канистра. Как раз думаю подойдет. А ну вот еще, конечно, Танкисты Спецы заметят, что Влюкнетушитель у меня. Я покрасил его в такой Черный металлик. Оказалось, В принципе, как бы это тоже решаемо. Можно и перекрасить. Казалось, что он должен быть в базовый цвет покрашен. Должен быть, короче, в базовый цвет покрашен. Ну, ничего. Это как модель, так. Просто для наглядности. Потому что, если в базовый цвет покрасить, то его как бы особо и видно не будет. А так, Может кому интересно будет посмотреть, там огнетушитель лежит. Там Обвесики всякие. Ну, надеюсь, тоже напишите в комментариях. Надеюсь, со сколами не перегнул. Так, совсем минимум нанес. Примерно там, в районе командирского люка. Люка механика водителя. Тут вот. Радиста там. Немножко сколов нанес. Пусть будут. Еще нужно будет сделать, что... Вот здесь я еще пигменты не нанес, получается. У меня там выхлопные клапаны открыты, получается. Там надо эффект закопченности сажи нанести, наверное, там вот на эти... На кожухи, наверное, наверху. На сами вот эти выхлопные клапаны. Трубы эти. Нужно будет нанести. Там сидит наверху фигурка немца. Это вообще, как подразумевалось, это был набор от мастербокса. По идее, там эти фигурки шли к Панзеру 3, по-моему. Панзеру 3. Тоже африканцу. Это, как подразумевалось, фигурка Ромеля вообще. Интересная штука произошла. Вот он сейчас сидит в кепке. Фуражки генеральские. Его было потеряно, как всегда, пропало. Попало в другое измерение. И вот, выходя из положения, присобачил ему, опять же, из какого-то другого набора. Кепку с очками. Там киску. У него как она должна в руках быть. Карта. В раздумьях. Что же ему делать? Должен следить. Но это так, возможно, его там не будет. В основной версии диорамы его там, возможно, и не будет. Вот. Что хочу сказать. Фигурки сейчас у меня в работе. Идет шлифовка. Убираю швы. В общем, буду их перекрашивать. Уже говорил об этом. В общем, где-то в ближайшее время, надеюсь, может быть, на середине следующей недели завершу диораму. Завтра покраска. Будет. Основу покрашу. Возможно, даже уже нанесу на нее. Купил я шпакрил. Такую типа шпатлевку нанесу. Как основу будет. Чтобы она у меня уже потихонечку подготавливалась. Пока на подходе солдаты. Еще у меня на подходе, помимо солдатов, должен быть мотоцикл сгоревший. Я не знаю. Может, подскажете тоже в комментариях мысли, с чего бы он сгорел. Как бы, если попал в него снаряд, там, наверное, мало от него что осталось бы. На мину наехал тоже. Рожки до ножки остались бы. Как бы, я хочу, чтобы он, вроде как бы, и остался. Основная часть его, как бы. В то же время, как бы, был такой, подгоревший, заброшенный, заржавленный. Кстати, Хочу немножко проанонсировать. Пришла посылка тоже, не знаю, когда заберу по работе. С журнальчиком. Там журнал разрушения. По-моему, от Мига журнал. И там, возможно, есть подсказки, как это все здорово сделать. Но не знаю, буду ли я ждать. Получение посылки. Займусь на выходных этим. Ну, напишите в комментариях тоже там, подскажите. Буду рад. Советам. Разрушениями еще не занимался. Поэтому, как бы, так смутно немножко мне это все дело. Ну, пишите в комментариях, как у меня тут с тигром дела обстоят. Кстати, гусли я еще, как бы, не знаю, буду ли это делать или не буду. Их бы хорошо было бы. Как бы, немножко приклеить, опустить. Ну, еще, как бы, время есть заняться. Возможно, и доделаю. Ну, в принципе, как бы, в общем, считаю, как бы, в общих чертах, конечно, так у меня сумбурно получилось все это дело, как бы, по ходу пьесы, ну, вроде как, вроде удалось. Обгаживание тигра и, как бы... Вообще, модель интересная. Как бы, есть желание еще тигра собирать. Только, может, возможно, не пустынный вариант уже будет. Вообще, такая машина интересная, конечно. Рекомендую всем моделистам. Я так посмотрел, это вроде как попса. В стендовом моделизме, это чтобы... Надо каждому собрать, как... Что КВ-1, что... Тигр-1. Такие танки... Уже перешли в разряд попсы, можно сказать. Ну, все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok